Начиная со времен татаро-монгольского нашествия, основная идея, которая всех нас объединяет, идея, которой служили поколения наших предков, это идея государственности. Могучее, великое государство. Это тот идеал, ради которого русский человек готов страдать, готов терпеть любые лишения, готов, наконец, отдать свою жизнь. Почему? Это иррациональная идея. Это не то прагматическое европейское стремление извлечь максимальную выгоду для себя лично. Это идея российского духа, который подчиняет и растворяет в себе вашу, мою индивидуальность. Но взамен и вам, и мне дает во ста крат больше. Он дает ощущение причастности к великому организму, дает ощущение духа, дает ощущение силы и бессмертия. Запад всегда стремился скомпрометировать идею нашей государственности. Но самая большая опасность для нашей идеи заключается не в Западе, а в нас самих. Это мы сами хватаем все эти бесконечные, модные, западные идейки, соблазняясь их очевидной практичностью, рациональностью, не соображая при этом, что именно в этом заключена их губительная для нас сила. Но ничего, наша собственная идея в конечном счете всегда берет верх. Вы посмотрите, все наши революции в конечном счете приводили не к разрушению, а к укреплению и усилению государства. И так будет всегда. Продолжение следует...